18 мая состоялось очередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Уже традиционно в дистанционном формате руководители подразделений города доложили главе Десногорска Андрею Шубину о текущей эпидемиологической ситуации. Нарастающим итогом всего за время пандемии в Десногорске выявлено 2239 положительных тестов на ковид. Выздоровело 2162 человека. За прошедшую неделю заболеваемость коронавирусом в городе выросла. Был зарегистрирован 21 случай заражения инфекцией и 12 случаев заболевания пневмонией. В основном жертвами ковид-19 становятся люди старше 50 лет. В то же время в МЦЧ-135 активно продолжается кампания по вакцинации населения от коронавирусной инфекции. На сегодняшний день первым компонентом привито 5279 человек, вторым, то есть окончившим вакцинацию 4642 человека. В наличии вакцина есть до 2000 доз. Население в принципе достаточно активно прививается. Запись у нас также есть. И сейчас несколько активизировались предприятия. Вновь стали поступать запросы от руководителей учреждений города. Мы также формируем либо бригады выездные, либо прививаем предприятия амбулаторного на свои территории. 16 апреля 2021 года вышло постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации номер 13, утвердившее правило для прибывающих на территорию России и за границей. Согласно документу с 1 мая, россияне, возвращающиеся из-за рубежа, теперь должны сдать два теста на коронавирус. Требования о двойном ПЦР-тестировании действуют и для привитых туристов. Интервал между первым и повторным лабораторным исследованием на COVID-19 методом ПЦР должен составлять не менее суток. Несмотря на вакцинацию, масочный режим остается обязательным. Представители администрации продолжают контроль за соблюдением противоэпидемических мер в торговых объектах города. Согласно указу губернатора Смоленской области, режим повышенной готовности продлен до 31 мая включительно.